Так случилось, мужчины ушли, попросали посевы до срока, вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Война делает несчастными всех. Эти ветераны-блокадники знают цену крошки хлеба и помнят о подвиге матерей, которые делали возможное и невозможное, чтобы сохранить жизни своим детям. Сплошной холод и мороз. И вот ходили мы за водой, кто ближе к неве, тот прямо на него, а так в люках брали воду. И мама нас заставляла. И брат маленький, и я надавала там по кружечке, только чтобы мы ходили, чтобы мы двигались. От холода и голода все время хотелось спать, рассказывает Евгения Александровна. Тогда ей было 8 лет, брату 4 года. Воспоминания блокадников записаны на диск, который сегодня она передала Музею истории города-курорта. А еще книги памяти, 49 томов, редкие издания, выпущенные небольшим тиражом. Это сборники исторических фактов, которые переписать невозможно. Глава города Анатолий Пахомов вручил ветеранам памятные знаки и отметил, что историю, как бы кому ни хотелось, забыть не получится. Да и не позволим. Наш народ, он очень патриотичный. Наш народ ценой своей жизни будет защищать Родину всегда. Мы благодарны той организации блокадников Ленинграда, которых чуть больше ста. Но спасибо вам большое за то, что вы постоянно работаете над военно-патриотическим воспитанием нашей молодежи. Работаете над тем, чтобы действительно не искажали историю. История должна быть честной. В Сочи сейчас проживает 110 человек, жителей блокадного Ленинграда. Кстати, в честь 70-летия Великой Победы сочинские блокадники получат денежную компенсацию в размере 3000 рублей.